Вернуться на несколько десятков лет назад и увидеть, как жили наши предки. В этом помогут в Кумертаусском историко-кореведческом музее. И это возможно благодаря уникальным экспонатам, которые здесь имеются. Основной фонд составляет более 3,5 тысяч предметов, научно-вспомогательные — около 8 тысяч. И, как правило, на обзорных экскурсиях практически невозможно подробно рассказать о каждом из них. Для этого в музее разработана отдельная программа мероприятий, в ходе которых самые интересные предметы старинные буквально оживают. На этот раз ребятам рассказали о процессе предения и получении шерстяных и пуховых нитей, из которых в результате вязали шали и паутинки. Музейные нескучности на этот раз увидели учащиеся гимназии номер один. Вместе с детьми пришли и родители. Я считаю, что сегодня мамы провели это время с пользой. Потому что знать свою историю, историю своего края, историю своего города, историю домашнего воспитания — это очень важно. Дети увидели полный процесс получения шерстяной нити. Как в прошлом работали с веретеном, для чего нужны железные чесалки, и даже попробовали покрутить педаль прялки. Сегодня мало мастерин осталось таких, которые могли бы прять. Интересно? Кто-нибудь хочет попробовать? Да! Оказалось, это не так-то просто. Тем не менее, от увиденного остались довольны и дети, и взрослые. Очень радостно, что в нашем городе вот такие вещи сохранились, и что наших детей с этим знакомят, и что они могут познать историю. Мне понравилось, какие раньше были избы, и как раньше трудолюбиво плели холсты и одежду. Девушкам было очень трудно прясть, и их еще называли прялками. В завершение детям предложили посмотреть зал этнографии. Здесь уже оформлены целые экспозиции, которые показывают быт наших предков. Айгуль Мухамедшина, Владимир Кузьмин. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok